Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в салоне по изучению Библии. Это, наверное, самое важное занятие для нашего времени – изучать Божье Слово, изучать, практиковать, применять и возрастать в нем. И если вы выбрали такой путь, то вы уже сделали правильный шаг, который нас двигает к мудрости. И, как вы уже помните, мы с вами говорим о тех девах, о той притче, которая достаточно популярна среди христиан, особенно в последнее время. И поэтому мы с вами не особенно торопимся выйти из нее, чтобы пойти дальше. Хотя, безусловно, иногда стремление пойти вперед кажется быстрее дойдешь. На самом деле, когда мы во что-то погружаемся и в чем-то оказываемся, то нам надо с этим разобраться, ну, если не до конца, то, по крайней мере, насколько мы можем освоить сегодня. Потому что каждый раз Священное Писание нам может поворачиваться новыми гранями. Оно может по-новому засверкать, оно может по-новому увлечь, оно может по-новому стать производящим вкус внутри нас. И поэтому я хочу, чтобы мы все это успели сделать. Вы знаете, как люди быстро едят сегодня? Вот эта микроволновая жизнь, которая толкает на быстроту жевания пищи, когда просто даже не жуется, а заглатывается. Иногда это по ходу, иногда это при том, чтобы еще параллельно что-то слушать, что-то смотреть, что-то отвечать, записывать. Сегодня люди вот в этой паутине, паутине техногенных каких-то особенностей, да, технических средств, которые захватили в эту паутину. И никто даже не скрывает, когда называют сеть. Сеть такая-то, сеть такая-то. И вроде как у нас восприятие, что это идет речь о другой сети, это не ко мне. Но на самом деле это сеть, друзья, и мы там в ней уже находимся. Поэтому разобраться как-то с тем, чтобы оно тебя не увлекало туда, куда им надо, когда ты не заходишь на какие-то страницы, тебе могут присылать, что вы-то не забыли, как туда пойти, вот еще можно это сделать. У меня нет, например, возможности находиться в каких-то социальных сетях активно, и периодически приходят эти сообщения. И, безусловно, у меня есть приоритеты, поэтому я не ведусь на их предложениях. Но на самом деле они для этого и созданы, чтобы тебя опять туда втащить, чтобы опять сделать тебя сейчас интересующимся чьей-то судьбой, чьей-то жизнью, вместо того, чтобы тебе заняться собственным сердцем, собственной судьбой. И понять, что романы какие-то мыльных опер – это не то, что твою жизнь созидать будет. А на самом деле созидает то, что Господь говорит к нам в своем слове. Поэтому, изучая его послание к человечеству для последнего времени, для тех, кто был до нас, но больше всего, конечно, нас волнует сейчас последнее время и период, в котором мы с вами находимся, поэтому мы продолжаем просматривать эту притчу шаг за шагом, говоря о мудрости, как мы говорили в прошлый раз с вами. Но я хочу теперь еще прочитать некоторые тексты Писания. Итак, мудрые со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Мудрость практическая, мудрость, которая приводит к пониманию перспективы. Я знаю, что когда я должен выйти на улицу, когда крик раздастся, вот жених идет, и как мы уже рассматривали это с вами, что это был обычай, известный в Израиле. Выходил сначала гонец и кричал, и только потом приходил уже жених. К моменту между криком и женихом проходило какое-то время, и к этому времени надо успеть поправить светильник и, в общем-то, уже быть в готовом состоянии, в одежде, и даже невеста должна быть в фате, с прической, и выйти уже навстречу жениху. И дальше. «Как жених замедлил, то задремали все и уснули». Получается, что расстояние между криком «вот жених идет» и «приходом жениха» оказалось чуть больше, чем обычно. «Замедлил». То есть уже информация пришла, а его нет. И как многие говорят, ну ведь уже два тысячелетия ждут Христа, а его все нет. Поэтому, наверное, мы зря так бдительны были в предыдущие годы. «Уже будем жить, как живется?» «Уже придет и придет». Конечно, это говорит не разумие, это говорит не совет неба, а это говорит беспечие, которое нашептывает, и особенно в ответственный момент, когда уже ты ждал какое-то время, дождись до конца. Мудрость в том, чтобы доделывать дело до конца, до результата. И дальше мы здесь видим, коль все заснули, это говорит о том, что мы с вами, друзья, оказываться можем в состоянии, ну так скажем, разных переживаний своего сердца. Иногда мы больше горим, иногда мы можем нуждаться в каком-то отдыхе и восстановлении. И с одной стороны, это тоже норма, что мы не можем 24 часа в сутки и день за днем оказываться в бодрствующем состоянии. У нас есть период отдыха, и он предусмотрен. Но тогда, когда наше тело спит, а дух бодрствует, вот в этот момент, в принципе-то, что важно? Чтобы дух оставался в бодрствующем состоянии. Духу не надо спать. У него достаточно других питательных сред, которых он может восстанавливаться, если мы им это предоставляем ему. То есть, когда мы его питаем Божьим Словом, когда мы его тренируем в молитвенной практике, когда мы тренируем в посте, потому что когда пост, то это для нашего тела ограничение, но для духа-то это подкрепление, потому что он тогда выходит еще в большую позицию бодрости, он тогда выходит в большую позицию ясности, и в этот момент мы лучше слышим Бога, и даже после поста у нас продолжают идти откровения, которые мы могли там открыть небеса вот этим состоянием, что мы плоть ставим на свое место. Поэтому разные периоды в нашей жизни бывают, но главное при любых обстоятельствах дать духу быть в бодрствующем состоянии. Почему дух загасает? От чего это происходит? От недостаточности питания, первое. Потому что если мы его не питаем полноценно Божьим Словом, то он, конечно же, будет загасать. Потому что когда мы говорим такое выражение «аппетит приходит во время еды», оно только частично справедливо касающееся физической пищи. Да, там может быть и разжигается аппетит запахами, теми людьми, кто рядом с аппетитом ест, красотой блюд, которые стоят на столе. Но все-таки чем больше ты ешь, тем меньше тебя уже волнуют эти запахи, тем меньше красота тебя уже увлекает, потому что ты наелся. Но не так с духом. Чем больше мы его питаем, тем больше он этого хочет. Тем более острота откровений к нам приходит, когда мы больше вникаем в Божье Слово. Допустим, попробуйте прочитать один текст 10 раз, 15 раз, может быть, 30 раз. И прочитывая его с разными оттенками, с разными ударениями, размышляйте над теми словами, над которыми вы сделали это ударение. Например, молитва «Отче наш», как многие люди ее повторяют очень часто. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы очень достаточно уделили время, когда разбирали эту молитву в 6 главе Евангелия Матфея. Но сейчас я хочу обратиться к этому тексту как к примеру. «Отче наш», то есть идет речь об отцовстве. Как это отцовство сложилось в твоей жизни, например. До какой степени, имея отцовство небесное, ты уже разобрался с безотцовщиной, которая могла быть в твоей жизни на земле. Что ты смог легко простить отца, и, может быть, нелегко, но ты все-таки довел это до конца. И когда у тебя есть уже небесный отец, то тебе важно разобраться со всеми минусами отцовства земного. И превратя их в плюсы, не потому, что ты будешь искаженно смотреть на свою историю, а потому, что ты будешь уже видеть, что в лице Иисуса открылся доступ к Небесному Отцу. А значит, ты уже не сирота. Значит, у тебя есть возможность разобраться с твоим прошлым в твоих эмоциях, в твоих мыслях. И вот что такое прочтение более внимательное. «Отче наш». Оказывается, у меня братья и сестры есть, раз наш, не отче мой, а есть те, у которого такой же отец, как и у меня, и мне необходимо узнать, кто же они, и выстроить с ними взаимоотношения. И тогда, когда мы прочитываем раз за разом один и тот же текст Писания, один ли стих, либо несколько стихов, я сейчас не рекомендую прочитывать главами раз за разом, хотя это тоже хорошо, но это не то, что сделает более исследовательское наше состояние более активным, потому что необходимо вникать в то, что мы сейчас прочли, и на первый взгляд, на первую пропашку мы приняли один уровень глубины, а на второй уже дальше, на третий еще больше. И тогда, когда начинаешь вникать, «Господи, а до какой степени я принимаю всех братьев и сестер, которые есть вокруг меня?» Кто они? Задавай этот вопрос. То есть, может быть, это люди только твоей церкви тебе казались, но вообще-то многие люди по всему лицу земли называют в этой молитве Отцом Небесным для себя, Бога, которым и я называю. Значит, люди, которые как-то иначе мыслят, иначе поклоняются, но они тоже имеют Отцом Небесного Отца, как и я. Отче наш, сущий на небесах. Место его обитания не с людьми прежде всего, а там на небесах, но он небеса дает нам наследство, и поэтому мы можем с ним иметь здесь взаимоотношения. Сущий на небесах. Значит, я могу с Отцом уже на земле иметь взаимоотношения. Вот оно, друзья, погружение в тот текст Писания, который нас начинает укреплять. Тогда наш дух начинает получать укрепление. Есть ясность, приходящая в нашу логику, есть исцеление в наших чувствах, которые были ранены в прежние периоды нашей жизни, есть исцеление нашей воли, которая позволяет нам теперь принимать правильные решения. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Я соглашаюсь быть проводником его воли, а значит, мне надо узнать, какова она, и сказать, Господи, у меня тут не получалось, а теперь с тобой получится, потому что твой источник силы мне открылся. В воле нужна сила, и поэтому я принимаю эту силу для своих решений. И вот смотрите, друзья, по сути, одну строчку молитвы Иисуса Христа мы сейчас с вами разобрали. И так хочется, чтобы мы не торопились в текстах Священного Писания пробегать, кажется, даже с короговоркой, произносить какие-то нам уже известные тексты, а одевать на себя, питать свой дух, укреплять его. И когда он становится крепким, тогда мы на самом деле можем, и находясь в сонном состоянии нашего тела, иметь бодрый дух. И в момент, как раздастся крик, вот жених идет, поправить светильник. Это нетрудно тогда, когда дух крепок и бодр. Я назвала только один пункт, это питание. Но есть же еще тренировка, есть же еще освещение. И, кстати, частью ритуала подготовки к браку было как раз омовение. Омовение, ритуальное омовение в Мицве. Когда человек или невеста омывалась, а те, которые были к ней приставлены, они произносили слова благословения в момент омытия. Это тоже образы крещения, которые мы с вами имеем. Это образы омытия Божьим Словом, когда мы его читаем. И так невеста готовится, и дух ее укрепляется. Я хочу, чтобы мы для себя с вами вот все эти аналогии имели сейчас во внимание, в фокусе для того, чтобы сказать, Господи, а как я питаю свой дух, как я даю ему вот это омытие освежения. До какой степени вот это омытие происходит со мной каждый раз. И, кстати, мы-то с вами принимаем крещение один раз в жизни. По крайней мере, это нормально принять в осознанном состоянии, и зафиксировать это дело. Можно омываться еще там. Кто ездил в Израиль, как правило, это делают в Иордане. Это уже не принятие крещения, это как минимум просто обновление завета, когда люди хотят еще больше сблизиться через эти воды с небесами. Но на самом деле в Израиле это происходило практически каждый раз, когда люди подходили к храму. Там было много мигов, где надо было омываться и только потом входить. Потому что в отношения с Богом, в святых вообще входил только священник. Но чтобы войти даже во внешний двор, а потом уже во святилище, то туда можно было входить только в омытом состоянии. Поэтому и мы с вами омываемся Божьим Словом. Поэтому и мы с вами очищаемся через его трапезу. И об этом мы уже поговорим в следующий раз, потому что это тоже определенный образ того, что же происходит с невестой. И вы знаете, друзья, как ценно то, что мы с вами можем сегодня говорить о нашем отношении к Божьему Слову, потому что это его личность, суть в этом слове раскрыта. И поэтому, говорит, любящий меня возлюбит мои заповеди, мое слово, и будет их соблюдать. Для того, чтобы начать получать вот этот эффект аппетита во время еды, с Божьим Словом, это возможно тогда, когда ты только в него погружаешься. Как только ты поверхностно пробежал по всем страницам, вроде бы все прочитал, но ничего не осталось. С одной стороны, оно все равно как вода работает, оно омывает, но оно не работает тогда как хлеб. Оно не работает тогда как то, что называлось чистыми животными, которым надо было жевать жвачку и тем самым постоянно обновлять результативность того, что ели. Почему я говорила об аналогии такой, что люди в наше время очень быстро привыкли есть и еще ставят перед собой какие-то отвлекающие моменты во время еды и заглатывают пищу? Потому что углеводы, они расщепляются только в ротовой полости, и когда человек это, не понимая, быстро проглатывает, то он не дает части важных элементов проникать в наш организм, потому что дальше уже это не расщепляется. Поэтому предлагает нам Господь сжевать его слово, чтобы на этом уровне уже что-то в нас входило в большем объеме и в большем размере. И мы с вами, в общем-то, это и делаем. В салонах по изучению Библии мы прожевываем какие-то вещи. И сейчас молитва вместе с вами. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть сегодня это право, взывая к тебе принимать благословение на те состояния нашей личности, нашей души, которые нуждаются в новом питании, нуждаются в той пище, которой важно переработать внутри себя и сделать соком, сделать энергией, сделать той частью нашей личности, которая укрепит наш дух настолько, чтобы переносить любые тревоги, немощи, обстоятельства, которые есть вокруг нас. И я верю тебе, Господи, что народ твой сегодня получает это подкрепление, а значит готовится к тем обстоятельствам, которые все равно придут. Но будем готовы мы или нет, это зависит от нас сейчас. И мы не тратим время, а хотим собирать пищу вовремя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok